Всем привет! Это Универньюс, а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня. Космический телескоп Кеплер обнаружил двойника планеты Земля. Волонтерский штаб КФУ развозит продуктовые наборы. Казанский федеральный университет запустил флешмоб Минэм Тукай. Волонтерский штаб КФУ, созданный в конце марта по инициативе ректора Ильшата Гафурова, продолжает свою работу. Сейчас во время режима самоизоляции более 20 добровольцев заняты развозом продуктовых наборов для сотрудников университета, находящихся на пенсии. О том, как происходит доставка продуктов питания, подробнее Лев Диденко. На время режима самоизоляции в КФУ был создан волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям. По инициативе ректора Ильшата Гафурова волонтеры оказывают помощь находящимся на пенсии сотрудникам университета. В конце марта этого года был создан штаб по оказанию помощи пенсионерам КФУ, а также сотрудникам, которые в возрасте 60 лет и старше. И в рамках работы штаба мы оказываем помощь людям, которые обращаются либо по приобретению продуктов, либо лекарственных средств, либо также есть сотрудники, которые нуждаются в перевозке по оказанию помощи, если им необходимо обратиться к врачу. По инициативе ректора и правкома сотрудников также были недавно закуплены продуктовые наборы для наших пенсионеров КФУ. И вот уже буквально вчера, сегодня наши волонтеры штаба, они оказали помощь и доставили эти продуктовые наборы адресатам. Штаб был создан в конце марта для оказания разного рода помощи, в том числе психологической, адресно-социальной, консультативной, а также медицинской. Немаловажной задачей для волонтеров стала раздача еды для пенсионеров. В целом все проходило следующим образом. Сначала непосредственно всех позвали на инструкцию к 10 утра. Перед тем, как выпускать непосредственно волонтеров на заявки, всем обязательно промерили температуру, обработали руки антисептиком, выдали средства индивидуальной защиты, это маски и перчатки. Ну и в дальнейшем уже распределили по заявкам. К сожалению, у нас не так было много волонтеров на машинах, но в целом с потоком тех заявок, которые мы приняли, мы с ним справились. После того, как нас всех промерили температуру, обработали и так далее, раздали заявки, подвезли продукты, мы расформировали эти продукты по пакетам и дали уже у кого там сколько заявок было, там на машине вывезли пакеты и отправились к непосредственно пожилым сотрудникам КФУ. Еще начинается с того, что вам нужно подать заявку, которую вы заполняете, вас добавляют в специальную группу, где вам говорят всю информацию, вы проходите специальную медицинскую проверку, потому что в связи с коронавирусом, естественно, не всех пускают к этому мероприятию. В профсоюзной организации сотрудников ВУЗа собрано 68 коробок с продуктами. Создав продуктовых наборов, вошли крупы, макароны, консервы, овсяные хлопья, подсолнечное масло, сахар, мука, чай, сгущенное молоко, кофе, коробка печенья и конфеты. Доставку осуществляют более 20 волонтеров штаба. Перед выездом каждого добровольца тщательно осматривают, проводят инструктаж и раздают средства индивидуальной защиты. С 14 апреля Казанским федеральным университетом была организованная акция по раздаче продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам университета, оставшимся на время самоизоляции в общежитиях студенческого городка и в деревне универсиады. Раздают продукты студентам на самоизоляции также в Елабурском институте и филиале в Набережных Челнах. По заявлениям руководства, содержимое продуктовых наборов будет расширено. Вскоре в них добавят мясо птицы и овощи. По информации с сайта Казанского федерального университета, количество обучающихся с сезонными простудными заболеваниями в головном УЗИ составляет 362 человека. В Елабурском институте — 11, в Набережных Челнинском институте — 16 человек. Новых случаев пневмонии и COVID-19 среди учащихся не выявлено. Лев Диденко, Универньюс. Космический телескоп Кеплер, который был выведен на орбиту в 2009 году, преуспел в поиске экзопланет. За это время он нашел несколько кандидатов с переменным успехом, подходящих для переселения Земли. Имя одной из планет — Кеплер 1649с. Анализ станок космического телескопа Кеплер привел к открытию экзопланеты, которая по размерам, а также температурной поверхности оказалась наиболее близкой к планете Земля. Поскольку это экзопланета миссии, как следует из названия, миссии Кеплер, то она была обнаружена космическим телескопом Кеплер, который снабжен высокоточными фотометрическими приемниками и обнаруживает планеты методом транзита. И вот телескоп Кеплер, он открыл несколько тысяч звезд. Именно таким методом эта миссия была посвящена как раз поиску экзопланет. Данные, которые сейчас есть у астрономов, позволяют сказать, что она в большей степени похожа на Землю. Расположена в 300 световых годах от Земли, она всего лишь в 1,06 раз крупнее, получает от своей звезды 75% энергии, которую мы получаем от Солнца. Судя по всему, она действительно очень похожа на нашу Землю, то есть там отличие, по-моему, почти меньше 10%. Существуют и другие экзопланеты, которые близки к Земле по размерам, а также по температуре. Но нет другой экзопланет, который так близка к Земле по обоим параметрам, которые находятся в обитаемой зоне. С заселением сложнее. Теоретически, да, это возможно. Практически пока наша наука и техника, технология не обладает никакими возможностями, чтобы отправить межзвездный корабль, отправить человека туда. Но это не значит, что такого не будет никогда. Поэтому, если мы говорим о колонизации планет, условно говоря, экзопланет послезавтра, то, конечно, нет. Если мы говорим о потенциальной возможности заселения этих миров, то, безусловно, да. Подобные исследования проводятся Казанским федеральным университетом с помощью российского и турецкого телескопа РТТ-150, установленного в Турции. Такие вещи можно проводить даже на небольшом телескопе на нашей Северокавказской станции. И у нас были даже студенческие работы, которые, когда студенты наблюдали, правда, уже известные планеты, они пока их не открывали, но, тем не менее, наблюдали планеты в ходе своих учебных практик. То есть это то, что, вот еще раз, буквально 25 лет назад это была сенсация мирового масштаба, за которую потом дали Нобелевскую премию. А сейчас, в общем-то, студент на не очень крупном инструменте может исследовать планету вокруг другой звезды, и это не считается чем-то из ряда вон выходящим. Казанский федеральный университет запустил флешмоб Минэм Тукай. О сроках проведения и условиях участия ты узнаешь из нашего следующего сюжета. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, пользователи социальных сетей Инстаграм, Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета запускает флешмоб. Он посвящается дню рождения известного татарского поэта Гатулы Тукая и дню родного языка, отмечаемого в Республике Татарстан. Принять участие во флешмобе ты сможешь с 16 по 22 апреля. Читай стихи и отрывки из произведений Габдула Тукая. Покажи свои вокальные и инструментальные способности в исполнении музыкальных произведений по мотивам творчества известного татарского поэта. И главное, не забывай ставить хэштег Минэм Тукай. Но учти и условия конкурса. Видео и изображение должно быть снято в горизонтальном формате. Размещать его необходимо в отдельном посте на своей странице социальной сети Инстаграм. Обязательным условием является открытый профиль участника. В описании необходимо указать хэштег Минэм Тукай. Отметить профиль КФУ и ФМК КФУ. В описании к посту или самом видео необходимо указать название на языке оригинала и автора произведения. Длительность видео не должна быть более трех минут. Учащимся общеобразовательных учебных заведений нужно указать название учебного заведения. Генеральными партнерами данного флешмоба выступают ведущие телерадиокомпании Республики Татарстан. Это «Татарстан. Новый век», государственная телерадиокомпания «Татарстан», а также республиканское агентство «Татмедиа» и университетское телевидение. Мы приглашаем всех принять активное участие в данном флешмобе и ждем от вас видеозаписей. На этом у меня все. В студии была Диана Желенкова. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»